Доброго-доброго всем дня! Рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня я для вас хочу посмотреть такую тему. Состоится ли ваша встреча и как она пройдёт? Загадывайте сами срок, в который бы хотели, чтобы состоялась встреча, человека, с которым вы будете встречаться. Я, безусловно, буду делать акцент на личностные отношения, на любовную какую-то тематику. Ну, в целом, наверное, можно переложить интерпретацию на любую встречу. На встречу любого формата. Итак, загадывайте срок, загадывайте человека и наша тема сегодня. Состоится ли встреча и как она пройдёт? Четыре варианта у нас. Первый вариант. Второй, третий и четвёртый. Всё видно. Первый вариант. Второй, третий, четвёртый. Загадывайте. Повторюсь. Тема состоится ли встреча и как она пройдёт? Ну, и опять же, посмотрим совет, возможно, что нужно сделать, чтобы она состоялась. Итак, я надеюсь, все определились. И начинаем с единичек. Ну, что ж, приветствую вас, единички. Состоится ли встреча и как она пройдёт? Ну, смотрите, здесь нам карты показывают о том, что, в принципе, есть достаточно большое желание, чтобы эта встреча состоялась. Но по какой-то причине вы или ваш партнёр боитесь этого. Ну, боитесь в каком плане? Переживаете, как она может пройти, потому что был какой-то негативный опыт либо в вашей паре, да? Либо ранее, в предыдущих там отношениях и общениях, что, ну, как-то всё проходило негладко. Это не про встречу. Видимо, либо у вас, если, например, это начало вашего общения, отношений, да, человек ещё пока не знает, как вписать вас в свою жизнь, либо вы не знаете, как его вписать в свою жизнь. Да, смотрите по своей ситуации. Но здесь, в принципе, есть два ключевых момента. Первый ключевой момент – желание есть. И действительно, так как это практически наивысший пик масти огня, да, наивысший пик масти желания, девятка, это говорит о том, что желание достаточно сильное. Но, опять же, это говорит о том, что вы сами или ваш партнёр защищаетесь, боитесь, переживаете, как пройдёт эта встреча. Давайте ещё посмотрим, уточним, а что же так пугает-то? Ой-ой-ой, всё летит. Что же так пугает-то? Чего же вы опасаетесь? Чего вы опасаетесь? Два старших аркана, причём таких достаточно мощных. Здесь я могу предположить, что как-то общение очень пошло интенсивно или очень сильное развитие, да, вот отношения, общения пошло. Поэтому страх того, что меня это заведёт в очень большие дебри, да, я сильно вовлекусь и сильно включусь в эту тему, да, вот в этого человека, в это общение. Но я не готов пока. Я пока к этому не готов. Меня безумно сильно тянет, об этом говорят и вершина масти огня и аркан силы, меня безумно тянет. Но я не готов пока вписываться, да. Но давайте посмотрим, если всё-таки состоится ваша встреча здесь 50 на 50, сразу скажу. Если всё-таки она состоится в загаданный вами срок, как она пройдёт. Ну, смотрите, возможно, вам здесь карты говорят не торопить события, потому что, опять же, три старших аркана выпало из четырёх карт, это очень много. И вам говорят, что ситуацию вот сейчас полегче, отпустите. Потому что даже если встреча в загаданный вами срок состоится, вы всё равно не будете включены друг в друга, вы всё равно не будете честно, полноценно, качественно взаимодействовать. Понимаете? И, возможно, сейчас время переждать, переосмыслить, успокоиться. Также здесь, кстати, возможно, ситуация какой-то крупной ссоры. Вот сейчас мне пришло тоже на ум. Потому что, возможно, это встреча после какой-то крупной ссоры. И когда у людей, у обоих друг к другу претензии. И вот страх в том, что, ну, блин, опять начнётся вот эта вот интенсивность взаимодействия с претензиями, с какими-то упрёками. Ну, а это вымотало. Это уже вымотало. Поэтому, смотрите, встреча, конечно, может состояться. Но если в ваших силах её отложить, чтобы пересмотреть, остыть, включить как-то разум, да, то лучше отложите. Потому что пройти она может в таком... Ну, вы не останетесь полностью удовлетворены. Итак, единички. Благодарю вас. А мы переходим к двоечкам. Состоится ли встреча и как она пройдёт? Ну, смотрите, здесь очень хорошо проиграется. Это карта у тех, кто был, например, на расстоянии или достаточно долгое время не виделись, не встречались. И это, безусловно, да, встреча состоится. Это карта именно движения, да, движения к новому. Ну, здесь единственное, так скажем, вариант трактовки разделяется на два. Если вы не виделись какое-то время, если вы были на расстоянии с этим человеком, если вы, например, как вариант, познакомились в интернете, и у вас первая встреча будет, то однозначно в загаданный вами срок ответ «да». Да, да и да. Если же здесь вы загадываете того человека, с которым, ну, регулярно встречаетесь каждый день, там, три раза в неделю, да, ну, достаточно часто и регулярно, то здесь в целом может означать такой вариант, что встреча ваша не состоится, потому что человеку нужно будет по каким-то делам своим, наоборот, уехать, там, делами своими заняться, да, именно связанные с отъездом. То есть два варианта. Если вы на расстоянии не виделись давно или вообще ни разу не виделись, и планируете встречу, то да, она состоится. Если вы встречаетесь регулярно, то, скорее всего, встреча не состоится по причине того, что вашему партнёру или вам, кстати, как вариант, нужно будет куда-то уехать, да, на какое-то время. Но карта очень позитивная, то есть это не навсегда, не на всю жизнь, это, вот, как бы временно. Но давайте встреча состоится для тех, у кого состоится в загаданный срок. Как она пройдёт? Так. Ну, смотрите, в целом, очень хорошие карты для тех, у кого начинаются отношения. Да и, в принципе, для тех, у кого они продолжаются, но как-то ни туда, ни сюда, да. То есть вроде бы и с ним, вроде бы и не с ним. Ну, вот, смотрите, как она пройдёт. Вы поймёте, что после этой встречи и на этой встрече, да, уйдёт от вас окончательно вот это вот быстрое, наносное, поверхностное. И придёт уже вдумчивое, понятное, стабильное, комфортное. Вот, как могу в прилагательных этих объяснить вам, да, ну, например, как это может выглядеть. Вы начали встречаться с человеком, встречались там 5-10 раз, вот, и сейчас загадываете, будет ли встреча. Вам, в принципе, он симпатичен, вы ему симпатичны, всё это видно и чувствуется. Ну, вы не понимаете, а куда дальше, а что будет, да, и вот загадываете. И карты вам говорят, что на этой встрече именно произойдёт какое-то... Это не обязательно какое-то событие или, там, ключевой разговор, хотя, может быть, и так, да. Но вы поймёте, что всё, уже вот эта поверхностность и, ну, такое лёгкое, да, отношение, непонимание, отсутствие ясности, оно уходит. А приходит на смену этого какое-то более стабильное и комфортное совместное сосуществование. И вот этим эта встреча вас, конечно, очень порадует. Так что, двоечки, готовьтесь. Два старших аркана, опять же, это очень ключевая какая-то у вас встреча. Причём с учётом шестёрки мечей, которая, в принципе, означает переход к новым берегам, да, если не в таком каком-то материальном, обыденном контексте, да, вот, смысле, то у вас что-то значимое намечается и, да, встреча будет. Итак, а мы переходим к троечкам. Троечки, приветствую вас. Будет ли у вас встреча в загаданный период? Вы знаете, сейчас мне нужно уточнить, потому что посыл на эту встречу, желание вот какое-то, да, оно, безусловно, есть, но это только посыл. А будет ли встреча? Спасибо. Спасибо. Да, смотрите. Карты нам говорят о том, что сейчас у вас в целом идёт какой-то импульс на обновление. Не важно. Я смотрела и новые отношения, и для тех, кто в ссоре, и для тех, кто в каких-то уже стабильных отношениях. Вы приходите к пониманию, да, встреча состоится, во-первых, как она пройдёт. Для тех, кто в ссоре, они помирятся. То есть, и это будет настолько комфортное, качественное, эмоциональное примирение, что вы будете очень довольны. Для тех, кто только начинает встречаться или только познакомились, да, встреча будет, и вы поймёте, что на этой встрече, возможно, даже обсудите, возможно, просто, ну, возникнет такое ощущение и понимание, что да, я, в принципе, готов двигаться с этим человеком куда-то дальше. Да, да, и вы с этим определитесь. Причём встреча пройдёт настолько... Вот мне здесь показывают, что появляется новый импульс, и вы выходите из дискомфорта в комфорт. Понимаете? И поэтому я уточняю, ну, не то, что из дискомфорта, из... Одну ситуацию оставляете эмоционально, да? Ну, мы эмоционально не оставляем те ситуации, в которых нам очень комфортно, да? Вот, поэтому я как бы продолжаю мысль, да? Вы выходите эмоционально из одной ситуации и заходите в другую, причём действительно получаете удовлетворение. Да, я всё правильно сделала. Это, знаете, ощущение правильности. Вот, и поэтому, ну, окей, да, вот когда мне так говорят, для разных ситуаций, вот это может быть по-разному, поэтому я уточнила. Вот, для тех, кто в ссоре померятся, для тех, кто только начинает общаться или как-то у них развивается отношение, они поймут, что да, мы пойдём вместе. Так что шикарная у вас встреча предстоит. Поздравляю вас, троечки, пока самый лучший вариант. Вот. И теперь четвёрочки. Приветствую вас. Состоится ли встреча? Да, встреча состоится, скорее всего. Вот, потому что один из участников безумно хочет этого. Ну, вот прямо как-то хочет так, что аж зубы сводит. Вот у меня такое ощущение. Мы сейчас посмотрим, как она пройдёт. Да, она состоится однозначно. Вы посмотрите по своему ощущению. Вы ли этот участник, который так безумно этого хочет? Или это ваш партнёр? Потому что вот здесь такая ситуация, что вот это желание, оно прямо продавливает пространство. Ну, и это некомфортно. Это априори некомфортно там, ну, второму человеку. Потому что вот это желание, вижу цель, не вижу препятствий, да, безусловно, в каких-то моментах оно имеет место быть, и оно даже хорошо себя проигрывает. Но если это отношение между двумя людьми, то в такой ситуации мы перестаём замечать другого. Мы перестаём его слышать, мы перестаём его видеть, мы перестаём его чувствовать. Соответственно, на такое давление, что по закону физики идёт, сопротивление. И когда мы несёмся так, не замечая всего, да, безусловно, какое-то время это может работать. Особенно с партнёрами, которые привыкли отыгрывать вот эту вот роль под, да, вот, ведомых, так скажем. Но со временем это превращается, как бы, достаточно... То есть и человеку, который, да, это делает, который вот так вот жмёт прям по газам, это тяжело, потому что он в постоянном напряжении. И человеку, который, собственно говоря, на которого оказывается воздействие, ему постоянно на это давление приходится оказывать своё сопротивление. Давайте посмотрим, как пройдёт эта встреча. Ну, смотрите, вот, прямо в подтверждение моих слов. Да пройдёт она не очень хорошо, видимо, передавите. Даже вполне возможно отношения могут завершиться. Давайте посмотрим. А если вы вот сейчас чуть притормозите и перестанете давить на партнёра, перестанете выжимать из него соки, то и сейчас отпустите ситуацию, чтобы она как-то сама развелась, чтобы она сама смогла прорасти. И перестанете этот росточек в земле постоянно ковырять, пророс, не пророс, пророс, не пророс. Ну, дадите ему спокойно всему своё время, да, вот, к процессу созреть, так скажем. Если вот так вы будете поступать, то как будет встреча? А вот тогда всё будет хорошо, да. И старший аркан, да, и нам старший аркан здесь говорит о том, что, в принципе, это тот путь, по которому и должно развиваться события. Поэтому, четвёрочки, здесь такой момент, да, встреча состоится, если вы будете продолжать действовать так же, как сейчас, напором, давлением, вижу цель, не вижу препятствий. Но эта встреча пройдёт крайне плачевно для вас, вот, либо рассоритесь в пух и прах, либо, если там отношения у вас только начинаются, то человек может слиться просто. Да и любой человек может слиться, да. Ну, то есть, как-то отношения могут вообще потерпеть крах. Но вам здесь совет. Если вы не будете торопить события, если вы будете присматриваться, прислушиваться, как-то с эмпатией относиться, да, к партнёру, слушать, не слушать даже, а слышать то, что он вам говорит, да, то, что он пытается до вас донести, то со временем, но не в тот период, который вы загадали, а позже, ситуация может развиться в очень комфортную, которая вам будет приятно, будет нравиться. Поэтому, четвёрочки, выбор за вами. Либо сейчас, но вот так, либо подождать, присмотреться, подстроиться к ситуации, и тогда всё хорошо. Итак, благодарю вас всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне они очень важны. И благодарю вас. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.